Я изучаю Кабалу уже 5 лет. В духовный мир я не вышел. Но когда я думаю альтруистически, в голове проходит свет. Так, вот недавно я сначала испытал любовь ко всему миру, а затем и персонально к Богу. Цвет наполнил почти все тело, и как будто душа стала излучать свет на какое-то время. После этого я вдруг осознал, что мне некуда больше идти. И осознал самое большое, что есть – любовь, то есть Бога. И я не знаю, что делать дальше. Все остальное по сравнению с любовью кажется настолько мелким. Короче, проблема – что делать? Мэйр, город Кулон, Израиль. Уважаемый Мэйр, рад был вашему искренним вопросу. Вы пишете, что испытали любовь к Богу. Это удивительно высокое и сильное чувство. Позвольте в эту тему чуть углубиться. Если вы испытали любовь к Богу, значит признаете его реальность. Есть творец. Если есть творец, есть творение – человек. Если есть творение, есть и цель творения – та, для которой человек был сотворен. Значит, смысл существования человека в достижении цели творения, то есть в исполнении воли Творца. В чем она? Чего творец хочет от еврея? Как это узнать? Обратимся к единственному оригинальному письменному источнику, полученному от самого Творца, к Торе. Там явно и ясно изложено то, чего творец хочет от нас. А сейчас, Израиль, чего Господь всесильный твой требует от тебя? Только бояться Господа всесильного твоего, следовать всем путям Его, любить Его и служить Господу всесильному твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей, плюсти заповеди Господа и Его законы. Дворим, 10 глава. Тора последовательно перечисляет пять составляющих того, что творец требует от нас. Их смысл однозначно комментирует один из величайших каббалистов всех времен, Рамхаль, в книге Месилат и Шарим. Первое. Страх. Это страх благовения перед величием Творца. Второе. Следование его путями. Исправление своих душевных качеств и поведения в соответствии с проявлением Творца в этом мире. Третье. Любовь. Любовь – это пробуждение в сердце желания сделать угодное и приятное Творцу. Четвертое. Цельность, непорочность сердца. Служение Творцу должно быть исключительно с чистыми намерениями. Пятое. Соблюдение всех заповедей. Это просто точное соблюдение всех заповедей во всех их деталях. А теперь, зная то, чего творец хочет от каждого из нас, можно вернуться к вашему вопросу. Вы пишете, что испытали любовь к Богу, но любовь – это лишь одна из составляющих того, что творец требует от нас. Одна любовь может породить опьянение души, утопить человека в чувствах, увести от реальной жизни, той самой, в которой Творец повелел жить, а не убегать от нее. С другой стороны, один страх породит оцепенение, безмолвие души. И возможно прийти к альтруизму, перескочив через исправление душевных качеств. Нет исправления качеств без соблюдения заповедей. Нет истинного исполнения заповедей без чистого намерения. То есть требуется гармония и равновесие во всем, что творец требует от нас. Когда человек развивает только одно качество, есть опасность, что оно превратится в уродство, а не в совершенство. Вы испытали любовь к Богу, но такой ли любви он от нас ожидает? Любовь – это некое неопределенное чувство, наполнение светом, приятное, разливающееся по душе. Любви дано ясное и точное определение, пробуждение в сердце желания делать угодное и приятное любимому, то есть Творцу. То есть пробудить к действию. А если любовь не пробуждает ни к чему, более того, возникает вопрос, а что дальше? Значит, это была не любовь к Творцу, а все та же любовь к самому себе. То ощущение, которое вы описываете, что испытали, как и многое из того, что без каких-либо оснований и задействия по кабале обещают, всего этого уготовлено человека неизмеримо больше в мире грядущем, а не в этом мире. Этот мир – мир подготовки к грядущему миру. Это мир испытания, труда и пота. Дорогой мэр, вы затронули до многих больную, а для кого-то даже трагическую тему. Когда после нескольких лет изучения кабалы приходят к закономерному тупику? А что дальше? С вами возможен диалог только потому, что вы не успели войти в духовный мир. А как быть с теми наивными, дорогими юрейскими душами, которым это якобы удалось? Начиная учебу – последнее, о чем они думали, какой эксперимент они проделывают со своей жизнью и что их ждет в конце. Конечная цель человеческого существования – средство ее достижения, а и сама жизнь гораздо более многогранной и сложной, чем та упрощенная формула, которую предлагают на этих манипулятивных занятиях по кабале. Поэтому для вас, мэр, жизнь не заканчивается, а лишь начинается. Вы спрашиваете, что делать? Идите учить то, что творец действительно хочет от нас. С уважением, Раф Ашер Кушнир. От себя добавлю, что изучение внутренней части Тора сегодня не только не запрещено, но и приветствуется. Хотя изданно существует запрет изучать кабалу мужчине, достигшему 40 лет, великие мудрецы Аризаль и не только писали, что в последних поколениях будет заповедь изучения именно внутренней части Тора. Конечно, безусловным запретом и страшной ошибкой является отрыв между изучением внутренней части Тора и исполнением заповедей. Занятие подобного рода мистикой и каббализмом, при котором важны только духовные и интеллектуальные постижения, а выполнение заповедей не нужно, не дай Бог, противоположно истинному намерению Творца. Однако истинное изучение хасидизма приносит жизненность, понимание и осознанность соблюдаемой нами заповеди. Понимание внутренней сути повелений Творца побуждает любовь и трепет в соблюдении Торы и заповедей и создается более крепкая связь с Богом. Наше поколение духовно истощено. Раньше не было таких искушений, какие есть сейчас, для и понимать Тору мы лучше не стали. Поэтому изучение только Талмуда и еврейского закона недостаточно, чтобы оставаться легиозным человеком. Нужен тоже изучать вещи, пробуждающие сердце к любви к Торе и к Всевышнему. И еще, изучение внутренней части Тора это подготовка к приходу Машеиха, так как в будущем избавлении все будут заняты постижением сути Творца. И перед тем, что это время наступит, нужно подготовиться, попробовать маленькую часть того, что нас ожидает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok